Я включаю запись. Окей, мы на очередном занятии чтения неогласованного текста на иврите по статьям Рафханан Аппарата к недельным разделам. Мы продолжаем в своем темпе, и мы сегодня продолжаем с надеждой закончить статью, которая называется «Когда Ишмаэль насмехается», и это Порошат Ваера. Окей? Ну все, мы продолжаем с того места, в котором мы закончили. Эта вся идея заключается в том, что до этого, во всяком случае, чтобы понять, в чем смысл того, что Сара в приказном порядке требует Авраама изгнания своей рабыни, которая была дана ей служанке Агаре, мне сыном, которая родилась. И там вся идея в том, что она обосновывает свою жесткую просьбу к Аврааму изгнать Агарь в пустыню, довольно жесткий акт, тем, что он написан «Метцахек». «Метцахека» слово «цохек» как бы «свех», и до этого мы уже начали объяснение, Ханан Парат начал объяснение, что слово «лицхок», «цахак» и так дальше, оно, в общем, неоднозначно. У него есть оттенки, и он приводит подтверждение из Писания, что в слове «смеяться» это не так, как по-русски «смеяться», типа «хихикать», а «смеяться» в смысле «насмехаться» и так дальше. Да, и это, в этом, в принципе, включаются из подтверждения Писания практически все виды, как бы, ну, насилия, так можно сказать, начиная со словесного оскорбления, с издевательства. Подожди, 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 ты уже куда-то зашел в это. А, зашли далеко? Ну, хорошо, в общем, это, скажем так. Там смысл там был какой? Там говорилось, что изгнание, во-первых, а почему изгнание? А, изгнание, да, окей, хорошо, да, все правильно, молодец, все, я сейчас вспомнил, то, что я сказал. Адана изгнал потом, правильно, потом поколение Мавилонской башни было растеянно, то есть, почему именно изгнать? Окей, общая тема, я ее изложил вот до этого, пока меня она не поправила, а действительно до этого разбиралась вообще тема изгнания, что тема изгнания сопровождает, как бы, как наказание, и сопровождает человечество со времени первого человека, которые Адам и Хаба были изданы из сада за то, что они сделали, съели запретный плод и так дальше. Поколение рассеяния из-за того, что они строили Мавилонскую башню и так дальше, оно тоже было рассеяно. И, в общем, еще одни примеры, то есть, вот этот геруш-геруш, изгнание, это некоторая мера, которая не придумана с Сарой, а она, в общем, некоторая мера, которая появляется в разных местах. Окей? Ну, хорошо, все, давайте тогда прочтем. Хорошо, давай начнем с Ани. Аня, пожалуйста, ты можешь читать, будем читать по каким-то отдельным кусочкам. Ну, и как бы Аня и Аслан будут сегодня, по-другому, читать, а я буду в фоновом режиме. Окей, ну, хорошо, продолжим, читаем. Хорошо. Минекудат Моцазу, Алейну, Левхон, Гамат-Ципур, Герушим, Шелешмаэль, Вагар, Вэлоле Ротбо, сейчас как каприза, получается, каприза, каприза, Мерушат, Шелешмара. О Дэрих, Пшута, Вэйла, 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 Лепетарон, Вэгэвия, Вэгэвия. Бая демография. Ну, мы сейчас скажем, это немножко смешно, ну, говорит так, с некоторым цинизмом. Да, значит, из этого пункта, из этого момента для нас выводится, как бы выходит, Сипур, сейчас скажу, говорит Левхон, но Левхон, чтобы проверить, чтобы проверить также историю изгнания Ишмаэля в Вэгаре. И как бы не для того, чтобы увидеть в нем злой каприз Сары, или простой способ эффективного, ну, разрешение вот этой загадки, как сказать... Не-не, почему загадки? Не-не, загадки. Петарон, Петарон. Петарон бы, а я демографит, это... Улучшение решения демографического вопроса, чтобы... Да, почему Ханан Апарата пишет, потому что его слушатели... Значит, на тот момент, сейчас это про это уже меньше, говорят, потому что проблемы стали гораздо более черно-белые. На тот момент основная аргумент, ну, скажем, тех, кто с левой стороны политической карты, которые противники концепции большого Израиля, заселения земли Израиля и против поселений, то основной довод был эта демографическая проблема. Ну, и предлагались различные проблемы решать. Это, например, трансфер по желанию арабов и так дальше. На сегодняшний день эта проблема уже перестала выставиться как аргумент, потому что, во-первых, прошло время, и оказалось, что, ну, как бы, арабская женщина с внедрением, приобщением к модернистскому западному обществу, связанная с тем, что рождаемость падает. А, как бы, у еврейских женщин, которые находятся в этом, это практически не отражается даже наоборот. Поэтому на сегодняшний момент это ушло с повестки дня. Но то, что он говорит просто здесь, возвращается кем-то. Петерон боя демографик на тот момент, ну, и сейчас тоже, скажем так, меньше силы, это звучит очень современно. Окей? Ну, хорошо, читаем дальше. Ну, даже не в этом вопросе, а в связи с этим. Петерон – это то, что рассматривается, правильно? Подсудное, видимо, от слова «данс». Ну, да, но с судом это менее связано, а это связано с тем, что рассматривается. Даже в письма, когда пишут кому-то письма, то принято писать, ну, вот, человек пишет кому, от кого кому, а потом строчка, и написано «бонидонзе», и тогда человек как бы говорит, о чем его письмо в двух словах. Ну, хорошо, ну, в любом случае, значит, следует насти речь о двух общепринятых подходах наших, ну, как бы принятых в наших дни подходах. Ашер Натлу Пороша Зу, Бэ Афон, Бэ Афон, Бэ Афон, Популисти, Вэ Хавху, Афхуа, Афхуа. Афхуа, да, Афхуа. Афхуа, там не Т, там Хоа. Афхуа, правильно, Афхуа, Афхуа, перевернули ее. Перевернули, превращающих в модель, значит, Латиур, Латиур, Аяха, Сливне, Ишма, Эльбе, Ямыне. Значит, вот подход, значит, который берет, значит, подход этот вот, которые берут эту главу и, значит, ее рассматривают ее вот этим популистским образом. Ну, популистском ключе, да. То есть угодить, чтобы как бы понравиться угодить вот так вот. Превращают ее в модель, описывающую, значит, отношение к Ишмеэлю в нашей, как-то так. Да, я перевел так. В связи с этим уместно предостеречь от двух распространенных сегодня подходов, которые интерпретируют эту историю в популистском ключе и превратили ее в две возможные модели для обращения с потомками Ишмеля в наши дни. Тут как бы интересно, что Ханан Парас соблюдает как бы, ну, некоторые объективные, скажем так, потому что он сам не сам не напряжет правому лагеря, но тем не менее он критикует тех, которые популистки используют, ну, скажем, эту историю для того, чтобы просто призывать к изгнанию арабов. Он показывает дальше, что это не так. Поэтому он говорит что-то популистом. Окей, ну, это как бы фоновое объяснение. Ишайхак, ну, видимо, он сейчас перечислит, в чем эти подходы. Ишайхак, Бекшалерот, Бепарашазду, От, Мофет, Лицдакат, 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 Район, Трансфер. Так, Капитрон, Неут, Наут, Наут, Вехат, Атхилла, Левне Ишмаэль, Мебли, Ласим Лев, Ласипур, Амикре, Амикре, Амикраи. Хорошо, Мебли, я запомнила. Да-да-да, да-да. Медгишит, Арека, Лагеру, Шишмаэль. Окей. Значит, первый подход требует, ну, как бы, просит... Ну, Бекшалерот, она стремится рассматривать. Стремится посмотреть на эту главу в свете, как бы, чудес, получается, каких-то чудес и знамений. И рассматривать ее как знак и пример. Чудес, ну, пример, чтобы оправдать, как бы, по-моему, проблему, подход. Идея трансфера, район это идея. А трансфер это что, подожми вас? Взятие района. Трансфером, трансфером, я не знаю, как на Западе, на Израиле. Трансфер это перемещение части населения из одной географической точки в другую. Единственное, что, что, ну, в общем, когда, например, левые говорят трансфер, то означает, они, как бы, понятно, изначально против. Вот. И они однозначно трактуют эту атмосферу насильственную. То есть берут и как из одного места в другую. Ну, вот, например, как более-менее сейчас, хотя это тоже ненасильственно, как происходит с населением Газы, которую царь, тем не менее, призывает переходить из одной части в другую, чтобы они меньше пострадали. Правильно? Но, например, партия, которая была основана Гандзи, Рахавам Зееви, которого убили палестинцы, вот, он был, его партия была, называлась, мол, эта, у нее основа была именно трансфер. Но там трансфер был по желанию. То есть создавать всякие стимулы и прочее, и прочее, чтобы арабы покидали эту землю. Но, тем не менее, это называется слово трансфер. В принципе, это слово ругательное. Ладно, хорошо, капитарон, неот, отхила, значит, подходящее какое-то решение. Неот, это, да, предпочтительное, хорошее. Приятное, предпочтительное, да. Песня в садерпесах, которую поют. Кило наэ, кило явэ. Наэ это синоним явэ, но только немножко с другим оттенком. Ну, в принципе, я фэ наэ, это найс. Ну, что-то типа этого. Ну, хорошо. Значит, подходящее решение этого, решение к отхилу. Ну, отхилу это что, к отхилу? Отхилу это интересно. Отхилу это как бы, ну, более-менее таламудическое высказывание. Ну, или, в осяком случае, с традицией. Узуизусная мишнаитская. И это основное, в современном виде тоже нормально так говорится. То есть, если есть что-то, то у него могут быть и две временные ипостаси. Может быть, лэкатхилу и бодиават. Например, лэкатхила, это значит изначально. То есть, ты изначально говоришь. Самое правильное их выселять. С другой стороны, ты можешь сказать, это произошло... То есть, ты говоришь, бодиават, это, конечно, было плохо. Почему? Например, в 48-м году, во время войны, какие-то жители арабских деревень, хайфы, так и даже городов, вот они испугались того, что евреев побеждают. И как это принято у арабов и вообще в большинстве как бы мира, когда победитель, он побеждает что-то, начинается либо резня, либо носить пленение, они убежали. Поэтому, говорится, вот бодиават вышло так, что они убежали. Но лэкатхила их не хотели. Поэтому здесь, он говорит, что те, которые предлагают этот петарон, они говорят не бодиават, они говорят лэкатхила. То же самое, чтение шма. Говорят, когда время чтения шма? Предположим, я сейчас говорю 100, до 8.30. Это лэкатхила. Но теперь говорится, а если бодиават, если он проспал, проснулся в 10. Он говорит, что бодиават он может читать, например, я не знаю, до 12 часов дня. Предположим. Или там вообще все, весь день, пока не зашло солнце. Вот я приблизительно говорю, сейчас не галактически, но идея такая. Поэтому это важно, лэкатхила и бодиават. Понятно, что здесь это от слова лэкатхила. Окей? Так, хорошо. Значит, первоначальное или первое решение, первый подход. Мебли, ласимлеф, не принимая во внимание, ласипур, микраи, микраи, писание, историю, рассказ, писание, амадагеш, подчеркивающие, это река, фон, изгнание, фон, изгнание Ишмаэля. Окей. Так, в мэйдэйх, мэйдэйх. Мэйдэх. Ну, мэйдэх это тоже, это чисто томологический или не что-то. Мэйдэх. С другой стороны. Мэйдэх, дис, это как бы даже такой, с другой стороны. С другой стороны. Ба-гиша. Как сказать? Цатканит. Цатканит. Преподходит или какой-то более справедливый подход. Ну, смотри, здесь цатканит, если бы это такое насмешливое, правильно? Потому что гиша цудекет, это справедливое. А цатканит, ну, вот я написал моралистский подход. То есть те, которые, как бы, понятно, да? Мусорнит, это моральный. Справедливый, моральный. Ну, это даже не совсем, я тебе говорю, вот это вот, то, что этот нун, он превращает этого из нормального, было бы, например, гиша цудекет, в эмусорит. Это означает справедливое и этическое, моральное. А вот этот нун здесь превращает некоторую насмешку. То есть моралистский подход. Моралистский и... Который изображает из себя праведный подход. Ну, он дальше будет там немножко так, как понятно будет. Значит, моралист... Мусорнит. Матила, матила, этколь, ашам, лагеруши, шмаэль, алькатфей, сара, ваврам. Это там моралистский подход, возлагающий всю вину за изгнание шмаэля на плечи сары и авраама. Да. Веруэ, бо, эт, ахэт, акадмон. И видящий в нем, то есть в этом поступке, в этом изгнании, как бы первоначальный грех или первородный грех. Ну, здесь первородный, имеется в виду не адамхава, а первородный грех по отношению... Проблема с арабами, значит, вот проблема, что вы взяли, шмаэль. Вот за это он, значит, из-за этого все проблемы. А родеф, вот оно, отдаем, преследующий нас по сей день. Правильно. Блилес, опять же, блилесим лев, але авуда кирибона ауламим. Нет, только не авуда, а увда, факт. А, увда, факт, я в который раз, ну, путь. Да-да, это увда. Сейчас напишу его. Значит, так, блин, без рассмотрения факта, вот как раз подходит здесь. Факт, что всевышний, значит, рибонал амим, бэхводо, у бэц, бэцмо, 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 мацдик, это геруш, вэковэ, бэузнээврам. Хотя сам всевышний, как бы, собственноручный, собственно личный, 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 персональный, сам сам оправдал, мацдик поправдал оправдание изгнания и, значит, как бы вложил в уши Авраама. То есть, прям, приказал грамму, коль ашерта мэр, алейха сара, шма бэкола, бэкола, то есть, все, что скажет тебе Сара, делай, слушай, слушай голос ее. То есть, всевышний все это, так сказать, задумал. Ну да, то есть, вот эти вот две модели, он объяснил, что, почему они неправильные. Первая модель, которая хочет это представить, ну, скажем, правый план, да, который хочет представить, это для катхилы, то есть, изначально правильную модель взаимоотношения с арабами. То есть, их надо всех выгонять. Но он говорит, это неправильно, почему, потому что это грешит против того, что он все равно не рассматривает тот фон, на котором был, а именно, что это не рассматривается, как и то, что писание говорит, что евреи так должны спать арабами, все время их выгонять. То есть, это реально произошло за некоторый поступок из Шмаэля. С другой стороны, те, которые говорят, а, ну, вот, как бы изначально, вот, здесь уже написано, это, как бы, первоначальный, первородный грех отношения между арабами и евреями. Почему? Потому что, ну, вот, понятно, евреи, как бы, изгнали арабов в виде Шмаэля, ну, как бы, с этого все началось. Ну, а эти, как бы, не учитывая то, что, тем не менее, владыка мира, он сам сказал Аврааму, выполняй это, если это было несправедливо и неправильно. Почему правильно это не говорил? Еще третий момент, про который не пишет Ханан Парад, ну, так, с полусмехом, те, которые всегда хотят подчеркнуть, что муж должен слушаться своей жены, вот, они приводят именно этот пример с Сарой. Потому что слушай голоса жены своей Сары. Вот это именно тот самый пример, когда надо слушаться из этого мануэзи, что муж должен слушаться голоса жены. Окей? Ну, хорошо. Да? Так, ну, хорошо, сейчас чуть-чуть, я еще одну фразу, наверное. Ну, давай, да. Или мы дадим на Дерстану. Да. Игдиллаасот хаверокнесет, йоси сарит или шарит, как это произойдет? Ну, да, сарит, сарит. Сарит ашер наса вэмилит. Бемлиатокнесет. Бемлиатокнесет. Ну, на динарном заседании сказали. Млиатокнесет – это то, что портер по-русски называется. В Кнессете есть зал, где сидят 120 человек. Хаверокнесет, правильно? А есть еще другие места. Например, наверху сидят гости приглашенные. Там по бокам, может, журналисты сидят. Впереди трибуна, на которой выступают вызванные, и сидит председатель Кнессета. А Млиатокнесет – это там, где сидят эти самые 120 человек. Вот Млиатокнесет называется. От слова малый. Ага, значит, Иггдилла Асот, ну, как сказать, для усиления вопытыва самого Эльфа. Иггдилла Асот и Цо – это означает, ну, в смысле, как бы продвинулся в этом направлении, да? Особенно, особенно, так сказать, напирал, может быть, на этот момент. Вот этот вот член Кнессета, вот этот вот юдненький… Иосиф Сарид очень известный. Когда мы приехали, это была центральная фигура. Сейчас они уже все в другом мире. Вот, по сравнению с теми левыми, которые… Ну, сейчас Млиатокнесет вообще не было, он просто умер, как бы. А с тем, что происходит сейчас, как бы, левый, по-видимому, вообще просто обрушится. Такого понятия вообще не будет, по-видимому. Ну, тогда это было вполне полноценный, как бы, идеологический против антипод и антипод Ханан Парад. Вот у него, как бы, был политический противник, был Иосиф Сарид. Иосиф Сарид и Штуля, господи, вылетел из головы, вторая, вылетел из головы слегка, вспомнишь, Шулер, что-то. Вот, но они были очень… Конечно, они, блядико, левые, мы ненавидимы, может быть, сильное слово. Но для нас-то тоже были очень… Наши самые главные противники. Ну, к счастью, надо сказать, что он другое поколение, они были интеллигентные люди. И, в общем, цитировали Танах и все такое. Иосиф Сарид был во времена правления Рага, на какое-то время был начальником, не начальником, а министром просвещения и так дальше. Но, во всяком случае, он политический противник на тот момент, Ханан Парад, поэтому он его цитирует. Я не стал уже это выкидывать из статьи, окей? Ну, понятно, чего же выкидывать. Так, значит… Это 1984 год. Я специально посмотрю, это 1984 год. Значит, в 1984 году. Неум Китрук Хариф Кенеги Танах. Сейчас, как у нас тут? Наса Бемлиат Акнес Бешнат Ташмат. Неум Китрук. А, Катрук. Ну, да, Катрук. Китрук – это обвинение. Обвинение, ну, как бы, высказал острое обвинение Кенеги Танах. Острое, да. Острое обвинение против Авраама. Хэшимо. Да. Обвинил его. Апакарат. Апакарат Шнейбаним. Как бы… Я не понял, что ты сказала. Смотри. Авкарат, Авкарат. Авкарат. Авкарат, да. Авкарат, вот это Эшимо обвинил его. Да. Авкарат Шнейбаним в каком-то пренебрежении… Шнейбанав. Шнейбанав, да. В пренебрежении, в плохом отношении. Ну, это сильнее. Авкарат – это… Авкарат – это… Авкарат – это… Афкарат – это означает безответственное поведение в отношении кого-то. Лавкир – это бесхозный вообще, вы же знаете, да. Вот все как бы пространство физическое, по-еврейски, делится на несколько категорий. Например, есть личное пространство. То есть, это балут какого-то человека. Вот, например, мой дом. Правильно? Вот. А есть, наверное, что это, которое называется Эфкер. Значит, Эфкер никому не принадлежит. Да? Вот. И то же самое, например, и вещь валяется. Каждая вещь у нее есть свой хозяин. Правильно? Ее брать нельзя, потому что это гнива. Но есть определенная категория эфкер, которая называется Эфкер. Эфкер – это означает, что… Никому не принадлежит. Выброшена на помой. Поэтому человек может спокойно ходить и ее брать. Вот ходят здесь арабы, иногда даже евреи, между прочим. Ходят и собирают, потому что дикое количество всего евреев выбрасывают. Ну, вообще люди выбрасывают, собирают перед Бесхом. Поэтому ходят, бесконечно проезжают машины, в которых собирают это. Потому что это Эфкер. Так вот, от слова Эфкер – очень важное слово Эфкерут. Это… Ну, я сейчас не могу по-русски из слова, хотя наверняка оно существует. Это даже не халатное, а это безответственное. Ну, безответственное, по-моему… Бесхозяйственность здесь не подойдет. Но безответственное, по-видимому, это близко к этому. Безответственное отношение по отношению к двум его сыновьям. С сынам, сыновьям. Окей? С сынам, сыновьям. Хорошо, Эшмайлевый цхак, лэ… Лэ, подожди, лэмод или что он тут? Лэмод, 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 не знаю, в общем… Лэмавед. Нет, вот это лэмавед – это вот это, Эфкерут лэмавед. То есть, Бесхар приговорил их к смертной казни, скажем так. А нет, обрек их на смерть, вот скажем так, обрек их на смерть. Так, теперь передаем микрофон Арслану. До этого, народ, до этого было понятно, Аслан, Лена, было более-менее понятно, о чем мы говорили? Да, вполне понятно. Да, ну, все хорошо. Только вы следите, пожалуйста, показывайте, где читаете, иначе… А я вот красная точка видна? Да-да, спасибо, деда. Да-да, окей, ну все замечательно. Аслан, да-да, давайте, пожалуйста, начинайте отсюда. Я вам буду помогать, не наезжая ни на кого и как бы спокойно, не подгоняя. Окей. Бенеум-Зе, Ашер-Порсин. Пурсан. Пурсан Бейтон. Ма-Ариф. Тахат Тевутерет. Тахат Акутерет, да. Кенедит. Кандид. Ну, кандид – это английское слово, это типа прикол. Ага, кандид камера. А, кандид камера. Кандид камера – это раньше такие, сейчас уже таких нет, по-видимому. Кандид камера – это такая, то, что по-русски мульница называлась. Ну, то есть вот, или какая-то камера, которую вешают куда-то, и она что-то такое снимает, и тогда из этого делают кандид. То есть никто не понимает, что это снимает, а она вот что-то такое снимает и получается прикол. Это называлось кандид камера. Ну, это по-самбийскому язык. Окей? Аль-Хар Хамория. Омар Йоси Царит. Это Хадварим. Ада. А Мезуазаим. Да, Мезуазаим – это такое длинное слово, но оно очень-очень распространенное. Это очень распространенное слово. Мезуазаим. Абаим. Абаим, да. Переведем? Я не все смогу перевести. Нет проблем, мы поможем. Бенеум. Бенеум Зе. Да, в этой речи. Неум – это речь, это стандартное слово. Неум – это речь. В этой речи, которая Пурсим. Которая Пурсам, которая была опубликована. Это пассивный залог, правильно? Ле Фарсэм – это опубликовать. А Пурсам – значит, кто-то был опубликован. Но вот эта вот неум речь была опубликована. Где? Журналист в журнале, что ли? Да, правильно. Это в Израиле до какого-то... Газета. Газета, да. Ежедневная газета. В Израиле до определенного времени были две главные газеты. Марьев и Идиота Хронова. Но сейчас такое грустало больше. Окей. Котерет – это заголовок. Кетер – это вообще корона, правильно? А вот Котерет – это заголовок. Под заголовком. Под заголовком «кандид камера» на горе Мария. Ну да. Ну вот там то место, где происходил Акидат Ицхак, там идея такая, что кто-то повесил «кандид камеру», которая показывает нам, что там все происходит. Ну, скрытая камера мне перевела себе. Да, правильно, скрытая камера. Но только сейчас скрытая камера немножко по-другому. Понимаешь, тогда «кандид» – это имелось в виду именно такие камеры, которые всякие приколы. Поэтому иначе не понятно, почему «кандид». Но ты правильно говоришь смысл – это действительно типа скрытой камеры, да. Все правильно. Я написал шокирующие слова. Значит, вот это вот хорошо бы это слово запомнить. Потому что «зазуа» – это очень сильно насыщенное эмоциональное слово. Почему? Потому что, ну вот начиная глагол «лэзазэ», то есть два раза повторяется. Вообще вы знаете, что, ну, там большая как бы грамматическая под этим теория, но я так вот двух словах скажу, но многие из вас знают, что вообще еврейские корни, они обычно стоят из трех букв, правильно? Вот. Но при этом говорят, что зачастую два буквы, две буквы из трех букв корня, они являются наиболее главными. И теперь, продолжая дальше эту линию, зачастую бывает ситуация, чтобы усилить эмоциональный или вообще эффект этого слова, то эти два слова не повторяются, да. Ну вот, например, здесь мы видим вот это «зэтайн», «зэтайн». «Зэтайн», «зэтзайн» – это «лэзазэ». «лэзазэ» – это сокрушать, шокировать. Это когда человек приводит в состояние, он получает какую-то новость, его это «мэзазэ». «мэзазэ», он говорит, вау, такого не может быть, да. Ну и, соответственно, соответственно, от этого слова существительность «зазуа». «Зазуа» – это означает, что как бы тот, кто получил «зазуа», например, общество, находится в состоянии шока. Ну, например, пересчет на сегодняшние трагические события сегодняшнего времени, сегодняшнего, последнего прошедшего месяца в Израиле, можно сказать, что вот «израильское общество», «вра-исраэлит» и «вра-зазуа-амок», но прошло, она претерпела вот это вот шоковое состояние. Вот это называется «зазуа». Ближе всего это к слову «шок». Ну вот, а здесь он пишет просто то же самое, только в анорсном числе. То есть «дварим», к слову «дварим», а это прилагательное «мэ-за-азуим». «Мэ-за-азуим» – это означает, ну вот, шокирующие слова я перевел. Да? Окей? Дальше читаем. Ламма ма-сэ-зэ шэль акидат и цхак, коль-ках ма-фти-я-эт-хэм. Да, можно перевести. Почему это делали? Нет, ма-сэ в данном случае – это дело. А что это он? Он так с юмором говорит, да? Он же вообще как бы старается опустить тонах и так с издевкой говорить. Он говорит, а что это вас так удивляет? И он говорит, лама ма-сэ-зэ. Почему вообще, почему это дело? Ну, в скобках я добавил, потому что это непонятно из контекста. А именно «кидат и цхак». Дальше. Коль-ках как-нибудь, да? Коль-ках – это «настолько». А, «настолько». Мафтия. Да, мафтия – это удивлять. Афта – это сюрприз. Правильно? Вот. Лефет – это вдруг. А лафтия – это удивить кого-то чем-то, да? Чтобы настолько удивить их. Да, он говорит, а что это вас делает, а что это вас так удивляет вообще? Он таким приколом говорит, да? Почему? Ахарих аиш хазэ. Да. Аарахан. Да. я тоже не понял до этого здесь не Бен, а это Каф вот Бет, это вот, а это Каф Кодем Лахен Бен Ахер Шело Хилуд это Елит это Елит это Елит Ишмаэль Яхат Им-Имо Летаават Тауд это тут не Тауд, честно говоря я по-моему тоже не очень понял я поняла, что просто заблудиться да, скорее всего да, блуждать в пустыне я написал на верную смерть вообще, не вообще слово Латут но от слова Таатула, Латут это в смысле блуждать в пустыне ну, типа отправил его на смерть ну, хорошо, переведем это предложение вот, Арей этот человек ведь этот человек ведь этот человек Авраам Квар чистый нет, Квар уже Квар уже а, уже послал вперед нет, Кодем Лахен уже послал до этого то есть уже был прецедент что вы удивляетесь этот чувак вообще Авраам так можно сказать он вообще жесткий по натуре что вы удивляетесь что он Акиду сделал а почему про Ишмаэля запомните он уже Ишмаэля послал на смерть это что-то нормальное у него норма поведения вот такая линия послал другого сына да это Елат Ишмаэль да, Шилова послал другого сына своего да, какого ну, ребенка Ишмаэля одинца Ишмаэля два ребенка Ишмаэля одного вместе с матерью не, они яхат им и мо это означает вместе со своей матерью ага вместе со своей матерью заблудиться в пустыне ну, блуждать в пустыне я написал просто отправил их в пустыню да но он говорил в Кнессете поэтому это такая довольно ну, не народная но будничная речь поэтому он как бы обращается к народу причем тем более таким с юмором все это выставляет поэтому здесь такие фразы они достаточно укороченные это тоже слово тоже его употребляет это слово из традиции если бы не Иль-Малэ 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 Иль-Циль-Отам О Эллоим Эллоим Шива Шива Шамай смотрите вся его речь здесь она наполнена сарказмом вот это самое правильное слово поэтому про отношение к всем героям кроме Ишмаэля про которого и он им сочувствует и Исари и все остальные когда он говорит про Авраама когда он говорит даже про Иллоим во всем этом чувствуется сарказм давайте это поймем хорошо и как он говорит мы это переводили нет а да бли омер бли омер бли омер выдворим бли омер выдворим я думаю что это типа того что вообще не сказав им ни слова то есть как бы нормальный человек хотя бы объяснил смотрите я вас посылаю потому что так-то и так-то вы уж меня просите ничего не могу сделать какой безжалостный человек взял и сказал пошли вон отсюда и все знаешь как бы бли омер он их послал да бли никифот никифот мацпун это мацпун это известно да мацпун это совесть от этого слова мацпен кстати на иврите на иврите три ну как бы аллегорически похожие но по прямому смыслу не очень они все от одного корня три вещи это очень важное вот есть мацпун совесть да есть мацпен компас который всегда показывает направление ну можно догадаться связанные вещи есть еще очень важное слово цафун цафун если вы помните в пасхальной агоде цафун цафун это скрытое спрятанное так вот скрытое спрятанное плюс точное направление компас плюс совесть вот это все от одного корня а и конечно цафун цафун это северский хорошо я не сказал да вот эти все вещи это все и дальше накифод накифод это стучать так вот накифод мацпун это по-русски это как это угрызение угрызение совести без угрызения угрызения совести только по-русски это не грызь а это стучать да окей в маю да и что бы с ними произошло в маю в м они были бы они были бы вот что дает были бы это вот это аю правильно в маю и они бы вот это вот бы это аю и они были Потому что если просто было без аю, было написано, вы метим, они умерли, правильно? И они умерли. А вот аю метим это добавляет, и они бы умерли. От жажды. В этом какой-то юмор. Окей, ну хорошо, читаем дальше. Сарказм, да, тут даже написано, потому что я все время говорю, саркатически добавляет. Бинер-А. Канир-Э. 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 Кан-Ми-Ше-И-Но. Ше-И-Но. Ше-И-Но. Мос... Мосугаль. Да. Летав-Кет. Правильно. Бе-Ав. Ке-Ав. Смотрите, может быть в этом шрифте не очень хорошо разделяется, но вот Бет, у него палочка, видите, она продолженная. А Ка-Ав, он весь закругленный, ну как бы половина от круга. Ке-Ав лишний еладим. Да. Месугаль. Месугаль. Месугаль лихьот аво. Аба. Аба. Ле-Има. Ле-Ума. Ле-Ума. Сальма. Шлема. Шлема. Практически все правильно. Ну хорошо, начнем, переведем. В его мусив сарказм. И он добавляет саркатическими, добавляет сарказмами. Потому что здесь как бы это просто существительное. И что он добавляет? Но он как бы доводит этот сарказм здесь до пика. Что он говорит? Ка-Нере. Как видно, также кто? Шей-Ино. Ми шей-Ино месугали тавкет ке-Ав. Кто страдает? Нет. Месугаль, месугаль. Это не совэль. Совэль это страдать. Месугаль, тот кто не способен. Тот, кто не способен функционировать как отец. Правильно? Для двух детей. Правильно. Не способен быть отцом. Да. Ну, полноценным отцом, да? Я думаю, не способен быть отцом всей... Ну, народу, народу. То есть как он мог быть отцом народа? Всего народа, да, да, да. Он даже двух детей не смог позаботиться. Ну, правильно, да. То есть об этом заключается его сарказм. Поскольку его противники религиозные, они все время обращаются к Аврааму. И говорят, вот Авраам, он наш прообраз. Он ходил по земле, он купил пещеру в Хевроне. То есть это земля наших прородцов Авраама. А он использует вот это, вот он говорит. Чего вообще про Авраама говорить? Человек, во-первых, чего удивляет, что была Акида? Ждает в Ишмаэля, с мамашей отправил умирать от жажды. И вообще ничего не объяснил. Полслова не сказал, да, доброго слова не сказал. Окей? Вот, а потом говорит. Ну, понятно, что такой человек вообще, который настолько как относится к своим двух детям, одного чуть не зарезал, второго, наверное, Гибель отослал. Ну, понятно, что он не может быть отцом вообще этой самой нации. Все. Ну, вот такой сарказм, да? Окей. Читаем дальше. А та коре диврей бэла. Да, диврей бэла, да, это такое выражение. Оле. Вэ инха. А ты нет. Инха. Вэ инха. Вэ инха. Йодеа им. Лицахок. Лицхок. Лицхок. Леам арциут. Правильно. Шэль хадубар. Хадовэр. Хадовэр. Хадовэр о левкот. Замечательно. Нохах. Нохах, правильно. Ханиси. Ханисайон. Анисайон. Хамахпир. Да. Лехахпиш. Лехахпиш. Правильно. Эт дмуто. Шэль аврагам. Авину. Бехоль. Махир. Замечательно. Это теперь уже говорит Ханан Паратов. Прямая речь Сарида кончилась. И он как бы ему отдает обратно, отдает, отбивает удар. Атаку Рэд Диврей Белла. Диврей Белла это по-русски очень близко к чуши. Белла это очень близко к Диврей Белла. Я, честно говоря, забыл само слово Белла. Но Диврей Белла это когда... Немножко высокий стиль. Сейчас так не будет. Никто так не будет говорить. Только тоже в Кнесске, либо в писателе. Но вообще Диврей Белла это чувствуешь... Я написал весь эти кощуственные слова. Ну, близко к смыслу, по-моему. Вейнха Юде и Млицхок. Знаешь вместе с... Да, не знаешь, то ли смеяться. Да, я вам скажу. Вот как здесь было Диврей Белла, да. Вот это вот обычно говорят... По-русски точно говорят. Я что-то не знаю, смеяться или плакать. Правильно? Вот это вот Лицхок стоит. А где Левкот? А Левкот немножко отнесено. Вот это Левкот. Так он не знает, над чем смеяться. Смеяться Амар Циют. Знаете, есть такое выражение Амарес. Амарес Амарес... Примитивность, невежность. Ну, да-да-да-да-да-да. Я бы сказал безграмотность. Безграмотность типа. Но вообще Амарес это народ земли. То есть, грубо говоря, простолюдин. Вот то, что по-русски говорится. В данном случае это типа безграмотность. Шеля Довер. Того, кто говорит. И дальше о... Или плакать. Или плакать. Да. Ну, хох. Ну, хох это перед. Это и визуально, и концептуально. Представление. Это слово нохах. Когда человек говорит, я присутствовал на мероприятии. Он говорит, они, нохахте. Я был на мероприятии. А когда говорится, он напротив этого, то говорится, нохах не сайон. Это перед попыткой. Попытка. Не сайон это попытка, да? Амахпир. Амахпир. Значит, махпир тоже. Тут много слов, может быть, неизвестных, но это хорошие слова. Они употребляются, но не совсем в простой речи. Значит, махпир – это ужасный, позорный, ну вот что-то такое сильно отрицательное слово. Махпир – это я написал, то ли плакать перед позорной попыткой, позорной попыткой. А, позорной попыткой, а порочить образ, ну да, позорной попыткой. Ну, вот это вот не сайон махпир, а позорная попытка. Хотя махпир – это всегда отрицательно, это сильное слово. Интересно вот это слово не сайон, да? Не сайон – это известное слово. Это в любом, это очень принятое слово и сегодня. Не сайон – это как по-русски попытка, да? Вот, ну, интересно, как бы слово образование, по-русски попытка слово пытать. Ну, так, по-другому и нет, по-другому и нет, да? Интересно, что вот это вот слово не сайон, ну, видите, оно тоже, как вот у нас было мацпун, вот здесь вот, да? Вот там мы говорили и компас, и север, и спрятанное. Вот не сайон тоже интересно, потому что по корню это слово нес. Что такое нес? Это чудо. Правильно. А кроме того, это еще флагшток. Вот когда евреи гуляли, когда евреи блуждали по пустыне, то у них был определенный порядок, правильно, чтобы справиться с безлюдностью пустыни и полной энтропии, которая есть в пустыне, значит, ему было первое задание всех разбить в четком лагере. Потому что это четко спасает человека от сойти с ума как бы в блуждании по пустыне. И у каждого шевета, у каждого колена был свой нес, да? И тоже помните, когда, например, змеи, когда было поражение, Бог наслал на евреев за очередное как бы там неправильное поведение, наслал змеи, они их жалели. Тогда помните, как он их вылечил? Ань, как он их вылечил? Ну, этот медный. Что-что? Да, сказали от противоположного. Лекарство от удара. Он сказал, что надо сделать такой вот флагшток, и вот там тоже слово нес. И там сделать медного змея. Будут смотреть на него, и будут излечать. Ну, там комментарии говорят, что, конечно, излечал не медный змея, потому что они поднимали глаза к небу и как бы молились, и вспоминали о Всевышнем. Я хочу сказать, что слово нес, это несайон, несайон, и про Авраама тоже, акида, это тоже называется несайон. У Авраама было 10 таких несайонов, да? Вот это слово несайон по-видимому, там как общий смысл, это совершенно не пытки. А это в том, что человек проходит какое-то сильное вот это вот испытание, и вот это вот испытание превращается для него лично, в случае Авраама, для всей нации, в некоторый флагшток, да, который является вот символом для всей нации. Это вот очень интересное слово несайон. Ну, вот так, чтобы вы просто знали как бы некоторую реку, это очень важное слово. Ну, хорошо. Лахпиш. Лахпиш, это дмуто, что-то его образ. Да, лахпиш, лахпиш, это в современном тоже еврейце налево и направо. Лахпиш, ахпаша, это опорочивание. А лахпиш, это опорочить, да? Опорочить его образ. Опорочить образ. Авраама, да, Авраама про отца нашего. Во всех. Быхоль михир – это любой ценой, да? Мхир – это цена, а быхоль – это любой всякой. Значит, любой всякой ценой. Хорошо? Окей. Хорошо, перейдем к Ане снова. Ань, можешь дальше? Да. Вот я красную почерплю. Веумнам шалах Авраам. Это Шмаэль веагарь лэмидбар. Значит, как бы цитата. Блиумар адварим. Увли. Некифут. Некифут. Он цитирует здесь. Цитирует. Цитата. Цитата. Мецефон. Хэм акатуф цуэх. Вэх веумер. Значит, действительно, как бы получается, отослал Авраам, Ишмаэля и Агарю. Только слово «амнам». «Амнам» – это сильное слово, это хорошее. Я знаю, «амнам» – это типа в самом деле действительно что-то. Действительно? Действительно ли Авраам отослал Агарь и Ишмаэля в пустыню? Тут как бы цитирую. Не говоря ни слова и без угрызений. Ну да, то есть ну как бы все нахладнокровно. Да. А «амнам» – это всегда слово, которое начинает что-то, что должно кончаться. Вы просите. Но здесь его нету. Нету. Ну, в принципе, это всегда вопрос. Да. Вот это как ли. Да. В самом деле ли действительно ли? Да. Действительно, да. Сделаем так. Вот. Гэн Акатуф. Тувэах. Вэомер. Вот тувэах. Я не помню, что это такое. Тувэах – это есть лицок, это кричать, правильно? Это как шатау. Вот. А есть слово гораздо более сильное. Цовхим – это ну типа вообще орет на самом деле. Кричать как кричать. Будет сказано, человек от ранения, вот он цовэх. Это одно из синонимов слова кричать. Но в том числе, что здесь он просто кричит открытым текстом. То есть только слепой может этого не видеть. То есть ее историца специально делает, чтобы этого не видит. Почему? Потому что писание, писание, оно, мне написано, подчеркивает. Но вообще как бы говорит прямым текстом. Либо кричит. И как бы злым, злым делом. Не злым. И весьма худо было. Ну по-русски так переводили. Очень худым, плохим, плохим, дурным делом очень было в глазах Авраама. Вот это в отношении сына его. То есть Авраам относился, отнесся. Не расстроился. Он не просто расстроился. Для него это было что-то неприемлемая вещь. Только потому, что ему Всевышний сказал. Вообще в его глазах это было совершенно неприемлемая вещь. Но было худое. Вот это вот фаяре от слова «ра». Правильно? Ра – это действительно злой, плохой. В глазах Авраама вот эти вот. А давар, в смысле давар, что Сара сказала ему и хатасла. Да, это в его глазах было очень плохое. А ты очень плохо. Дальше. Если бы не прямой приказ Всевышнего. Я не знаю, почему цен. Должен быть сав. Я не знаю, почему. Может быть, это ошиблись. Не должен быть. Ну, должен быть пав. Ну, хорошо. Если не прямой приказ. Прямой приказ. Или простой приказ. Ясный приказ Всевышнего. Коляшер домер и лэха. Сара шма бекулам. Ну, да. Сказала тебе Сара, значит, слушай голос ее. Бецаруф автаха кило ине лаэм. Е, уне лаэм кольра. Это тоже такое, ну, типа выражение. Если бы вот это необещание, что не случится с ними ничего плохого. Еще сейчас, секундочку, чтобы мы не пропустили смысл. Во-первых, он говорит, напрямую было сказано от Всевышнего, да. Все, что тебе скажет Сара, делает. То есть, тут вопросов нет. Ну, а кроме того, еще Бецаруф с дополнением, да, обещания. Дальше. Какое обещание? Кило юне лаэм кольра. Что им не причинится им никакого зла. Да, правильно, да. Вот. Вагамет. Нет, только вы это прочтите, это тоже важно. Так, Коля Шер. Коля, подожди-ка. Элэ. 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 Адараба. Адараба. Элэ адараба. Это тоже из устной торы. Элэ, мы говорили, это Элэ, оно отрицает предыдущее. Здесь было про ра, им не только не будет причин никакого ра, а даже наоборот. Вот такой перевод. Адараба, это наоборот. Наоборот. Вагамет бэн ама лэгой асимэйну ки зарэха гу. И вот этот сын служанки большим сделаю я большим народом, ибо потомство свое. Правильно. Мало того, что он, они не умрут, да, там, в пустыне. А я еще сделаю его большим народом, потому что он из своего потомства, да. Да. А я Авраам, наэтар, сейчас скажу, латвиата, латвиата, шерсара. То не послушался бы, не откликнулся бы Авраам на требования Сары, если бы не вот эти обещания. Да, наэтар это откликнулся, правильно. Ну, наэтар это, так вот, молитва какая-то мольба была. Да. Сильно просить кого-то было. Ну, да. Дальше. Так, шма, 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 там, 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 ру. Шма в данном случае тоже, это все, но даже я это знаю. Чтобы не говорили. Да, чтобы не, чтобы не сказали. Что бы вы не сказали. Малану, ладон, еврей, хевель, элы. Для чего нам эти пустые слова, как бы так получается. Ну, имейте в виду, видимо, вот эти предыдущие цитаты какая-то, которые совсем, я так подумала. Ну, он говорит, шма, шма, там, ру. Говорит, а почему, как бы, ему ученики задают вопрос хампара? Слушай, а что ты вообще чем-то занимаешься? Ну, хоть Юсиф Сарит, понятно, что он, как бы, атеистный. Зачем, да, зачем приводить, было, какие-то... А зачем, то есть, чего вообще-то чушь фиксировать? А он говорит, нет. Надо рассмотреть, почему, потому что это важный аргумент, да. Малану, ладон, бадивре, бэллазе. Чему нам вообще обсуждать вот эту чушь, да? Ава, не талэм, эм. Давайте от них просто отрешимся. А, от талэм, вот там. Ава, не талэм, эм. Хорошо, давайте от них отлетем. Так, по моей... Это очень, Хармпан очень любит это выражение. Я его, честно говоря, только у него встречал. Это вымудистское выражение. Это называется, наоборот, бэматута, бэматута микэна. Ну, кэна, наоборот. Да, по-русски звучит смешно. Наоборот. Да. Даже есть вот какой-то одинокий голос, что ли, одиночный голос. Если бы это был только один человек, который так говорит. То есть один какой-то дурак что-то сказал. Ну, так не обращай внимания. Одну говорит, нет, это же не один человек. Я бы промолчал. Да, Йоцедофен это тоже интересно, да? Йоцедофен. Что такое Тфанот? Тфанот это стены, как ни странно. Вот у Суки, когда строят, у нее есть забыл, честно говоря, Тфаним или Тфанот. Тфанот все-таки, по-моему. Стены. Интересно, что кецаревое сечение тоже называется Йоцедофен. Что как бы выходит из стенок, а не из естественного места. Ну, а в современном иврите, ну, вообще в иврите, в нормальном иврите, когда говорят, Йоцедофен действительно исключение. Но вообще интересно, что это как бы дофен, это действительно те самые стенки. Окей? Если бы это был одинокий голос и как бы исключительный, и хражьте. Я промолчал. Я промолчал, да. А Валя не... Мезе... 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 Это нормальный язык. Кэн... Мегама... Мегама... Мегама, да. Апуша... 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 Ваула, да. Ваула, однако я здесь, как сказать, опознаю, но мезе... Опознаю, правильно. Ну, я тут вижу, вижу, определяю, да. Направление, как бы... Направление, получается, Мегама... Я думаю, что вот это вот пуша от слова пуш, мне кажется. Потому что это не... По-моему, это вообще не еврей. Пуш – это в смысле, ну, как бы... Которая набирает силу, скажем так. Пуша ваула. По-моему, пуша – это в данном случае от слова просто пуш толкать еврей. Английское. Английское. Бекерев... Софрим в среде... В среде, как это, писателей. Ну, да, как бы богемы-писателей. В рим... Веншейте вур... Неурим, то есть... Ну, в кавычках сказать, просвещенная публика, да. То есть понятно, что мы не просвещенные, а вот эти все просвещенные, да. Да, и просвещенных публик, просвещенных людей. Ласим... Мам, что встим. Так, алью ним... Дмуют. Дмуют. Слыхать, Дмуют. Дмуют, а мосит. Шебемикры. Шебемикра. Велих пишет. Кнеем, тох, иуд. Правильно. А кто вим? Правильно. Ремисим. Ремисатам. Ремисатам, Барегель, Геса, Геса. Замечает. Ну, длинная фраза, но, в общем, вполне понятно. Да, истим, 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 истим. И как бы, чтобы была вот эта просвещенная публика, которая сама, как это, кладет, выносит... Она себя сама, она себя сама выставляет в качестве судей, да, высших судей. Или высших судей. Да. Дмуют, ну, какой-то дмуют, как это? Нет, дмуют, амуфет, дмуй – это образ, выдающийся образ автонати. Идея такая, приходят люди, ничего в этом не понимают, берут великие фигуры и начинают их судить, что они не понимают, о чем они говорят. Ну, вот это вот, это общий смысл. Дмуют, амуфет, по-моему, шебемикра, лэх пишешь, иначе, чтобы опозорить... Ну, их, можно просто сказать, пнеем, их лица, либо просто их. Тох и вуд, и, значит, искажают... Правильно. Когда при этом они искажают написанное или писание. Рамесатам, ну, как попирают ногами. Да, попирание, да. Правильно, правильно, правильно. Рамесатам, да. Регель-Гаса, это по-русски дословно грубой ногой. Ну, грубой ногой, в смысле, это груб-груб попирает. Гаса, вы знаете, что, да, есть вот БМА-Гаса. БМА-Гаса, ну, это тоже такие определения животноводческие, но, в принципе, они из Талмуда. По-моему, Гаса, это вот типа коровы, это крупно... А, крупно-рогатый скот, мне кажется, да. Вот Регель-Гаса, это типа того, что... Ну, это не просто там какая-то собачка пробежала, да, или там баранчик какой-то. А Регель-Гаса, это типа, что корова вообще наступила, или какое-то такое крупное животное. Но, понятно, что это так не разбирать. Говорится, Регель-Гаса, в себе видите, точно так же. И слово вот это Рамеса, Лермоз, это давить, но Лермоз, я не помню, по-моему, это даже в физическом плане не говорится, что кто-то кого-то задавил. Это не говорится так. А вот Ремеса, Брегель-Гаса, или вот Ремеса от кого-то, например, да, то есть унижение человека, это да. Это раставтого человека грубой ногой, да, словно. Окей? Ну, давай еще одну прочитаем фразу. Так, хорошо. И начали получать кенегет туфа от азу, и напротив, или в противоположности этому явлению что-то типа того, или что-то такое, но вот это вытекает или проистекает, что-то типа того, из мотива минима, это какой-то мотив меня. Да, которые проистекают, а, я у себя, а, я вижу, я выкинул просто из этого, я у себя в переводе выкинул это для публикации. Проистекает какой-то садомозахист. А, вообще я не могу это найти. Да-да-да, сейчас я, да-да-да. Кенегет туфа, то есть против этого явления, которое, а ну в ад, из чего она проистекает? Ну в э, это проистекает, и про источник также говорят. Моя, но в э, то есть вот вода, которая исходит из источника. Но и про слова тоже, которые ну в ад, проистекающие. Мы не им. Мине – очень важное слово. Мине – это причина. Вот в суде то, что говорят, если кто-то что-то совершил плохое, да, говорят, а какое у него было мене? Не дай бог подошло убийство, говорят, а какое было из-за мене, а я церроцель, а какая у него мене? Вот мене – очень важно. И понятно, что от этого же слова, слово «заводить машину», правильно? И слово «моно», «монор» от этого же слова. Потому что это все, что заводит, приводит в движение, да? Дальше садомозахизм, ну садомозахизм, да? Афелим, я думаю, афелим в смысле, ну сумрачный, темный, да? Да, вот такие, да? Шикольные, ну давай, переводи. Мотивы, как это, цели и направления, вот их, магматам, их какие-то мотивы. Магматам, типа, весь их смысл в чем? Что любите тех, кто тебя ненавидит, и ненавидят тех, кто тебя любит. В этом садомозахизм, да, почему? Потому что он как бы объясняет, ребят, это ваши праотцы вообще. Ну куда вы лезете? Ну какой вам, какой бы смысл нормального человека из народа, да? Позорить основателя этого народа. Ну какой? Это только мазохист может сделать. Поэтому он говорит, вы мазохисты. Вместо того, чтобы сказать Авраама, Авина, он такой, как сказал бы, любой нормальный человек из любого народа, правильно? Я не знаю, там Лавдия, Илья Муромец. Ну что тебе про Илья Муромец? Ты русский человек, что тебе про Илья Муромец? Мне какие-то гадости рассказывать, правильно? Илья Муромец, богатырь, так, да, что-то, я не знаю, Александр Македонский, не знаю еще кто. Окей? Вот. А здесь, когда они мазохисты просто, они евреи. Но у них самый большой кайф – это вот, как бы, опорочить, вообще говоря, свои самые крутые образы из Танаха. И приводит из Шмуэля. Шмуэля написано. Леофэцсонэха, бэлесноэтоавэха. А именно, любить ненавидящих тебя и ненавидеть любящих тебя. То есть, как бы, все наоборот, да? Дальше. Еш. Еш. Легари. Легари. Да. Леавэк. Лехоль. Леавэк. Значит, как бы, воскликнуть со всей силой. Да, правильно. Ну, как бы, буру, бурно профессоровать. И остается только что воскликнуть со всей силой. Нет, он даже говорит, не только остается. Он говорит, почему надо против них выступать? Почему, говорит, я его привожу в Вес Салиды? Он не одиночник. Таких много. И приводит, как бы, какая у них мегома, какое у них направление мысли. Он говорит, нельзя оставлять просто так. Надо леарея. Леарея – это бурно выступать. Надо бурно выступать и бороться. Бехоль-ос. со всей силой, мужеством какого, но со всей силой, да. И особенно как бы обращая внимание или в центре внимания это вот как бы именно исходя из прямого смысла Писания. Прямого смысла Писания. Да. Ну хорошо, давайте я предлагаю сегодня на этом остановимся, ладно? Хорошо? Ну мы не добили, но мы с Божьей помощи добьем в следующий раз. Да, все очень здорово, по-моему, очень классно прочитали. Сейчас я только выключу этот сам. Да, надо запомнить этого места. Да, очень классно прочитали. Арсан, да, спасибо, тоже вы, по-моему, отлично читали. Да, вот очень интересная вещь. Дальше тоже будет очень интересное развитие событий. Мне кажется, вот Ханан Парад, еще раз говорю, почему я его выбрал для чтения, почему он мне тоже нравится, потому что кроме как бы очень интересных комментариев, которые он добавляет в классические комментарии, не просто их перечисляет, он обычно после перечисления классических комментариев всегда добавляет как бы свой, он тоже очень интересен. Вот, очень интересно, что он и в употреблении слов, и в употреблении, и в описании общей как бы действительности, есть очень-очень много от, ну скажем, той арены политической, народной или как угодно социальной жизни в Израиле. По-моему, тоже это представляет как бы интерес с точки зрения языка, с точки понимания общей ситуации тоже. Хотя это отделено как бы на 15-20 лет, 20, наверное, даже. Окей, на самом деле, что-то происходило на нашей памяти. Окей, ну хорошо, давайте на этом закончим. Все, псурот, то вот. Слушай, а продолжения у тебя нету в следующей главе? Есть, все есть, все есть. Я пришлю, да, не отправляю. Спасибо. Все, всем счастливо, до свидания, псурот, хороших новостей. До свидания. До свидания.